Что такое органический наутил? Ну это там экспериментальный участок, на котором не применяются никакие синтетические, как сказать, ну не то чтобы препараты, удобрения тоже синтетические, никакие синтетические вещества мы не применяем. Но это не мой бизнес, я не занимаюсь органическим наутилом. А почему же он появился, для чего он мне стал нужен? Значит, занимаясь сельским хозяйством, любой сельхозпроизводитель, его главная задача получать прибыль. Прибыль она откуда берется? Она берется, когда мы продаем свой урожай, реализуем, отнимаем оттуда свои затраты, мы получаем прибыль. Значит, наша реализация, это наш урожай, наша урожайность, вот эти центни разъектара. Можно увеличивать центни разъектара, тогда мы прибыль будем получать, но при условии, что это будут, наши затраты будут адекватные, да, то есть они будут способствовать тому, что это в плюс будет происходить. И сокращать, соответственно, затраты. Значит, любые наши действия, по любой технологии мы будем работать, в том числе и по наутилу, она то ли будет способствовать повышению естественного плодородия почвы, то ли будет его уменьшать. Если будут уменьшать, соответственно, нам с каждым годом потребуется все больше покупать тех же удобрений или средств защиты растений, для того, чтобы поддерживать вот ту урожайность, которую мы имеем. Поэтому, а как оценить, вот я задавал себе вопрос, как оценить, правильно ли я делаю, правильно ли я применяю, ту ли я применяю технологию, которая мне позволяет, ну, по крайней мере, не уменьшать естественное плодородие своих почв. Для того, чтобы понять это, мне ничего другого на ум не пришло, как вот на каком-то определенном участке выполнять все те же операции, что я выполняю и на других участках, но только не делать туда дополнительных каких-то манипуляций с удобрениями и средствами защиты растений. И смотреть динамику. То есть, если я делаю все правильно, здесь удобрения мы не применяем, если естественное плодородие повышается, значит, урожайность должна расти. Ну вот, отсюда и появился этот органический участок. То есть, он появился не из желания производить органическую продукцию, а из желания понять, правильно ли я веду у себя хозяйство. То есть, повышается ли мое естественное плодородие или не повышается. Стрелочка. Стрелочка. Да. Ну, работаю я в Ростовской области, в Атверикурганский район, небольшое сельхозпредприятие, 550 мм высотом получаем. Седьмой год будем сеять без обработки почвы. Опускаю слайды, потому что, ну, хочу уже сократить. Значит, что мы, каким образом решили вырастить пшеницу, не применяя никаких гербицидов, да? Удобрение очень просто. Не применяйте их, и там все равно что-то вырастет. А вот как вырастить пшеницу без гербицидов и без обработки почвы? Решили пойти таким путем. Посеяли сорго-суданковый гибрид. И в течение лета, как по мере отрастания, убирали его на корм скоту. Вот. Пришло время сеять озимую пшеницу. Вот в таком состоянии поле подошло к севу. Это уже как бы третий ухоз, или как сказать, третий отрастание этого сорго-суданского гибрида. И сюда мы уже посеяли пшеницу. Затем, после того, как температура опустилась ниже нуля, он сам по себе погиб, этот сорго-суданковый гибрид. Вот получили всходы. В таком состоянии пшеница ушла в зиму на этом поле. Дальше не применяли никаких гербицидов. Вот в таком состоянии к уборке поля подошло. Наша стратегия сработала в том плане, что мы обошлись без каких-либо агроресурсов. 17 центров с гектаром мы получили. Много или мало, это каждый для себя будет решать. Но для меня важно, что, во-первых, это возможно, опыт такой был успешен в том плане, что все получилось. Это во-первых. Во-вторых, мы имеем какой-то исходный урожай, который в дальнейшем будем отталкиваться. В этом году, значит, делаем все то же самое, только мы посеяли уже не одну культуру, а посеяли микс. Намешали туда, я уж точно не помню, но около десяти различных культур. Вот и лен цветет здесь, и... Покровные культуры. Они, как бы сказать, не покровные. Мы, вот этот микс, мы тоже убирали на фураж, на корм скоту. Но основная культура здесь была суданка. От сорга суданкового гибрида отказались. Почему? Потому что толстый стебель у него, пока мы его досушим, не очень качественной получалось сено. Листья пересыхали при... Ну, когда мы его в рулоны заматывали, листья облетали, остались одни палки, не очень хорошо его и корову потом поедали. С суданкой получилось гораздо красивее. То есть там тоньше вот этот самый стебель, его легче досушить, листья остались целые. Сейчас вот коровы его едят лучше, чем люцерна на сегодняшний день. Вот этот микс. Значит, насеяли туда много культур, в надежде, да и более, так скажем, различные культуры, они способствуют более лучшему повышению почвенного плодородия. То есть разная культура, вторая почва лучше восстанавливает, чем одна муникультура. Убрали, это первый укус, убрали на фураж, и еще была такая идея, после того, как мы скосим, я понимал, что кроме суданки там ничего не отрастет. И хотели туда опять подсеять микс из различных культур. Но к моменту уборки сена суданка отросла уже 10-15 сантиметров, она очень быстро отросла. И я понял, что подсевать туда что-либо, для тех культур, которые мы туда подсеем, уже никакого шанса не будет. То есть это просто мы выбросим семена. Поэтому частично удалось что-то изменить в лучшую сторону. То есть микс мы первый раз посеяли, вырастили его, второй раз этого сделать не получилось. Потом вот выращивая одну пшеницу, это же невозможно делать каждый раз. Потом нужно искать метод, а как же без гербицидов вырастить не только пшеницу, а допустим подсолнечник или кукурузу. Но мы в этот, вот прямо вот в этот микс, посеяли подсолнечник. Плохо видно, вот он растет. Видно, да? Вот один ряд, вот второй ряд. То есть пока была задача посмотреть, а получится ли получить всходы. То есть вырастить вот эту покровную культуру. Вот это уже будет покровная культура под подсолнечник или под кукурузу. В принципе, всходы не составило труда получить, даже не убивая вот эту суданку. Если мы будем на следующий год выращивать на этом поле кукурузу или подсолнечник, вот эту покровную культуру будем стараться убить катками, то есть покатать ее. Есть такой агроприем, выращивают рожь, допустим, можно посеять, и рожь потом катками убивают, ее прикатывают, она убивается, и туда всевают другую культуру. Пока вот такие мысли. Какой урожай подсолнечник будет? Нет, ну влаги достаточно, раз подсолнечник даже. Да. 550 миллиметров? Да, 550 миллиметров мы влаги получаем. Но проблема, вот если скажут, хватает ли мне влаги или кому-то здесь присутствует... Как ты прав гектар земли? 600 гектар. А на 150 гектар поворачивали? Написано 600 гектар, ну и что значит? Да, да. А на 100 гектар поворачивали? Вот это все растет на 2 гектар. А вредители не появляются? А что, с вами, случился этот шердот поворачивали? Вот это ерунду. Вот это ерунду мы отслеживаем правильным ли путем. Мы... Нет, 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 нет. Господа... Господа... Конкурент... Выскочил вы... Подождите. Я ничуть не возражаю против вот этой точки зрения. Еще раз извиняюсь, если отнял какое-то время у вас и рассказал вот эту полную... Он придумал, он без работы останется. А что я? Не без педы. Слушайте, слушайте, Александр, а с тобой скажите, вот какая у вас экономика по пшенице-то? Вот 30 центнеров когда получаете, какая у вас экономика получаете? На основных полях без применения вот за счет покровных культур, которые оздоравливают почву и вы не используете затем фунгициды и инсектициды. Потому что вы вот на этом эксперименте сконцентрировались, и сложилось впечатление, что вы там вот только чуть-чуть. Значит, в этом году на гектар от пшеницы мы потратили, вложили с 10 тысяч затраты. При этом получили 3 иконы с гектара озимой пшеницы. Считание экономики... Ну вот, пожалуйста, это получается 200% рентабельности в хозяйстве. У кого еще такие показатели есть? Есть в хозяйстве на этих 2 гектарах, чтобы здесь нужно как-то крупно. Вопрос, откуда 30 сентября? На слайде было 17 сентября? Нет, 17 сентября это без удобрений. На... в хозяйстве таких 2 гектара. Так как Николай Васильевич попросил меня рассказать об органическом наутиле, я о нем и рассказал. Дело в том, что органический наутил в хозяйстве это не органический, это такое модельное как бы моделирование ситуации для того, чтобы посмотреть вот те агроприемы, которые я у себя применяю, они ведут к повышению естественного плодородия почвы или нет, или плодородие будет снижаться. Вот цель этих 2 гектар этого эксперимента. В хозяйстве я применяю удобрение, применяю средства защиты растений. Еще раз повторюсь, значит, если вам интересно всю технологическую карту по пшенице рассказать. Да. Нет? Да, да, да. Интересно. У нас же не качество вот этого урожая. Это не как-то там блок, черепах. Для чего вам вот эти покровные культуры? Они же влагу вытягивают тоже. Часто раньше же считают. Конечно, вытягивают. Вот сейчас у меня на всех полях, которые после ранних колоссовых посеяны покровные культуры. Мне... я не боюсь того, что они расходуют влагу сейчас. Потому что я эту влагу и так потеряю. Зимние покровные культуры я не выращиваю. Та влага зимняя, которая бы... которая нам будет зимой выпадать, осенью, зимой и весной там покровные культуры не растут. Покровные культуры растут с момента уборки зерновых до наступления мороза. холодов. Как только температура ниже нуля опускается, вот та же Суданка в Гебрии или Суданка, она погибает и она там не растет. По поводу той влаги, которую они же высасывают, я ее и так потеряю, эту влагу. Вот, я не знаю, у нас ветра такие же, как и здесь. У нас очень высокая температура. И та влага, которая выпадает, ее выпадает не столько, чтобы она проходила туда в нижние горизонты почвены, она вся остается здесь сверху и она испаряется летом. Так пусть ее лучше, эту влагу используют покровные культуры. Пусть они принесут и покровные культуры органическое вещество для почвы. И от этого плодородие почвы будет выше. Ладно, спасибо, Александр Иванович. Я прошу прощения, значит, мы не поняли немножко друг друга в ходе подготовки к этой встрече. Дело в том, что у Александра Ивановича покровные культуры очень важную роль играют в повышении плодородия почвы, в повышении урожайности и в создании экономики очень эффективной, когда затратная часть укладывается по минимуму. Вот 10 тысяч он назвал на гектар, а получает 30 центнеров пшеницы с гектара. Ну, вы понимаете, какие ценности сейчас на пшеницу и какова рентабельность.